Ну-ка, дай им пить им. Я завтра-послезавтра у нас выходные. Ну, все отдыхают. Твердые. Это, по сути, мое первое собеседование уже за два... почти за два с половиной года. Салюты в Казахстане вообще. 12 часов. Вот так-то! Ну что, у нас продолжается Новый Год. Мы приехали на Муни и Спонт погулять. И обнаружили, что мы здесь не были почти год. То есть, последний раз мы здесь были 1 января. Да. Ну, а сегодня уже кофе. Сегодня 20 декабря. Ну, короче, ровно год почти. Прикол в том, что я помню, точно у нас были мысли, что надо сюда летом приехать, посмотреть, как тут, когда летом ни разу не были за лето. Вообще за теплые сезоны ни разу не были. Приехали опять, когда снег. Быстро время несется. Да, уже годик прошел. Думали, попробовать снег из Средневековика слепить. Но снег не липкий. Он еще какой-то гранулированный. Это иногда там. Они круглить гранулы. В прошлом году, по-какому году, тоже так же сделали. Так вот, снеговичок, Олаф, Дед Мороз. Не, это же Санта-класс, он же местный. Ну-ка, дай ему петель. Остойку. Огромный. О. Я вообще не могу никак не налюбоваться на этот снег. Как будто кто-то пенопласт рассыпал вообще. Там прям весь гранулированный, гранулированный. Прикольно. Чуть-чуть начал идет схватываться вот местами. Вон там тоже, вон там, чуть-чуть здесь. А так в целом, основная водичка пока еще. Красота, красота. Делай. Что делай? Как дела? Тебя кидать? Нет. Туда кидать? Да. Блин, такая вот статичная вода, больше. Я нарушу ее. Нарушу статичность. Бам-бам-бам. Сегодня 24 декабря. Я на работе. Такая. В праздничном свитерочке. Я сегодня работаю до пяти, а завтра-послезавтра у нас выходной. Ну, все отдыхают. А сегодня короткий, типа, день до пяти. Там елочка стоит с подарочками. Вот такая у нас красивая елочка. Вот такие у нас все подарочки. Мы играли в Секрет Санту. Люди подзапарились, подзавернули. Что-то там это. Вот. Это подарочек от меня. Это подарочек для меня. Я еще не смотрела. Что-то. Сегодня заберу. Наконец-то машина прогрелась. У нас минус девять. При этом очень сильный холодный ветер. И прям так морозно. Мост закрыт уже второй день подряд. То есть он вчера в пять утра как закрылся. И таки он сегодня... Он со вчерашнего дня с пяти утра таки не открывался. Потому что реально очень сильный ветер продувает тебя насквозь до каждой косточки. Вот. Но при этом снега нету. Потому что солнечно. И никаких осадков. Ну, не сейчас солнечно. Сейчас я вышла с работы в пять тридцать. И уже, конечно же, темно на улице. Вот. Но реально осадков не было. И поэтому как бы снега и нету. Если бы были осадки, он бы был. Ну, короче. Говорю очевидные вещи. Я в хорошем настроении. Потому что наконец-то отработала свой день. Сейчас поеду за сушами забирать наш заказ. Сегодня ко мне приходит Карина. Мы будем отмечать Крисмас. Ну, типа отмечать. На самом деле как-то мы особо не отмечаем. Просто здесь все отмечают. Отмечаем, отмечаем, отмечаем. Вот. У меня муж как бы на работе. У нее ребенок у папы. Поэтому мы вдвоем свободны. И решили, что почему бы и не отметить этот канадский праздник. Вот. Когда магазин закрывается, я выхожу вот с этой двери. И когда я утром прихожу рано еще до открытия H&M. Я захожу тоже через эту дверь. Это наш задний вход, так сказать. Вот. Видите? Абсолютно никакого снега. И пустая парковка. Потому что мол уже закрытый. И все магазины уже закрыты. Я уже дома. Остаюсь в этом свитерочке. Переделать шортики. Просто чтобы чисто по-домашнему забрала суши. Суши у нас сегодня очень и очень и очень много. Я такая голодная. Это будет супер вкусно. Вот. Хотела вам быстренько показать, что мне досталось от моего секретного Санты. Ничего особенного, на самом деле. Дифт-карта Starbucks на 15 баксов. Вот так вот. Ништяк, да? На самом деле порог на подарок был 15 долларов. Поэтому мы все друг друга такие подарочки горели. Ну, а я довольная. Потому что я люблю Starbucks. Доброе утро. Мне спала до 11 часов после вчерашней посиделки. Ну, мы не прям допоздна сидели. Просто я что-то потом... Каринка когда ушла? Ушла она часов в 12. Я пока возилась. Что-то там сериал смотрела параллельно. Пока умывалась. Душ, блин. Короче, легла только около 2 часов ночи. Проснулась еле-еле. Еду за Витей. Витя приехал. Как бы ожидалось, что он будет работать чуть подольше. Хотелось бы, чтобы он завтра тоже поработал. Потому что завтра боксинг-дэй. Это оплачиваемый праздник. Ну, не получилось. Нету работы. Ну, и ладно. Вот. И теперь он вернулся. И, скорее всего, уже до следующего года никуда не поедет. Хотя сегодня на дворе всего лишь 25 декабря. Кстати, Merry Christmas to everyone. Вот. И... И получается с 25 декабря по там 3-4 января он будет дома. И я даже и не помню, когда последний раз он так долго проводил время дома. Ну, короче, как-то так. Витиной работе дали гифт-карту в Судейс. Вот я развернула. Вот открыточка такая, подписанная всеми-всеми, кто работает в офисе. У нас уже одна такая есть. Вон она. И гифт-карта в Судейс до 100 баксов. Так что на выгодний закуп будем делать в Судейси. Мы пришли погулять. Приехали, вернее, в Боншу-парк. И мы тут ни разу не были. Да, на вот этой точке мы ни разу не были. Вот такая заводь. И потом... Блин, наверное, река прям. Здесь так красиво вода. Супер гладко бывает. Преволняется. Это какой-то кросс-бис-кон. Как бы лавочка есть. Летом, наверное, тоже классно. Мы, как всегда, тут не были летом. А, еще вон там, лавочка есть. Только я не знаю, как пора браться. Наверное, где-то раньше тоже путь есть. Вообще, там жилые дома, пойди, рядом. Прошел я здесь по тропинке вдоль берега. Здесь прям такая спокойная заводь. Чуть-чуть лед есть. Прикольно. Вон она там идет. Прикольно. Примерзается, да? Почему? Тут мелко, видимо, да? А вон там, смотри, глубоко. Там прям видно, что уходит глибной. Прикольная резка, да? Так, главное. Пришли мы на это место. Вот лавочка. И тут вот такая табличка. Удивительна она тем, что это частная территория. Кто-то, ну, нифига себе, отбабахал в свою территорию. Как бы сюда вот прям по тропинке идешь, с этой стороны прудик. С той стороны вода, речка прям. Вот. Конечно, здесь, наверное, в сезон классно. Когда-нибудь сюда летом попадем тоже. Вода сейчас такая прям густая, что ли. Она прям вот там мягко делает, плавно. Густая водничка. На дворе 10 ночи. Все еще 25 декабря. Очень хочется уже как будто бы спать скоро, но мы идем в киношку. Мы идем смотреть «Матрица» 4 части. Тихил парк. Заходили мы вчера на «Матрицу», и у нас мнения разделились. Мне не понравилось, а Витя очень понравилось. Это, наверное, впервые, когда у нас так произошло, но я прям фанатка-фанатка, поэтому я не восприняла четвертую часть. Вот. Да. Сейчас мы заехали сюда чуть погулять, а потом поедем к Егору с Аней в гости. Сегодня 29 декабря. Честно сказать, тут Крисмас прошел, и все. И у меня тоже ощущение такое, будто Новый год уже прошел. На самом деле он только предстоит. У меня обед часовой, и я иду на футкорт. Витя ко мне приехал, привез мне еду. Он дома тусуется уже сколько дней, и каждый обед приезжает ко мне. Прикольно. Привозит мне что-нибудь вкусненькое или просто что-нибудь подогретое. Вот. Кто тут ко мне идет? Тут, кстати, довольно-таки страшный, некрасивый футкорт. Самый грустный футкорт, который я когда-либо видела. Согласен? Вообще, в целом, мол. Да. Надо название мол. Чего вам показать? Не буду показать. Вот. Тут всего там три кафешки на весь футкорт. Что-то еще обещается открыться, но он вообще ни разу не кипит. Короче, сейчас приехал на интервью. У меня в два назначено, а сейчас без пятнадцати два. Чуть-чуть еще у меня на пять посижу, потом пойду зайду. Приехал я в Дейн-Росс, здесь в Шорлоттауне, как бы на локального доставщика. Вот. Ну, как бы этот трактор с трейлером тоже будет. Я знаю, что здесь, как минимум, два кандидата на эту позицию. Вот. И, кажется, я второго кандидата знаю, тоже с балкой вроде бы. Вот. Ну, я решил, когда я здесь закончу, я выйду, потом ему позвоню, спрошу уже. Он уже был на собеседовании. Вот. Я второй человек. После этого менеджер уже будет принимать решение, кого брать. Это, по сути, мое первое собеседование уже за два... Почти за два с половиной года. Вот. Поэтому такое. Чуть-чуть, конечно, мандраж есть, но в целом, что? Я все знаю. Надо обсудить условия работы, посмотреть, что они хотят, что они дают. Вот. И как вообще все будет происходить. Я не знаю, будет ли сегодня ролл-тест, но, скорее всего, будет. Потому что, ну, иначе... Какое собеседование на водителя, если ты не будешь ролл-тест проходить, да? Я, честно сказать, уже не ожидал, что в декабре что-то будет. Сегодня у нас 29 декабря. Вот. И, грубо говоря, сейчас собеседование. И потом, ну, видимо, после Нового года, если пойдет, то процесс найма уже будет вот после Нового года, скорее всего. Там договоры, документы, там много чего подписывать и так далее, и так далее. Уже машину завел, чуть не уехал. Вышел я с собеседования. Все прошло от этого хорошо. Там, ну, как бы, обычные. Взрослый дяденька. Хорошо пообщались, поболтали, пошутили. Ну, как бы, такой... Похвалил мой английский он. Как всегда, они суперделикатные. Из тех условий, что он мне рассказал, то есть это прям новая позиция. Это не то, чтобы на замену кого-то из локальных драйверов. Это новая позиция. Покрыть часть локальных загрузок и разгрузок на острове. И line hall, так называемый, то есть это монтон и назад. У них монтон небольшой warehouse, и поэтому им надо два раза в неделю это монтон и обратно, монтон и обратно. Вот. В принципе, этот путь – это фигня. Единственная проблема – это на пути – это мост. Ну, мы мост с ним пообсуждали тоже, насколько это бывает страшно. У них это оплачивается сразу, как только ты встал на мосту, сразу почасовая оплата идет. Обычная, как они здесь. Кстати, по оплате он обещает примерно 22,7 долларов в час, когда локал. А в Монтон там по милям. По милям 47 центов за милю. Как бы немного. Вот. Ну, тем не менее. Основная моя задача вообще в смене работы – это чтобы поменять образ жизни на днем работать, ночью дома. Вот. Потом уже со временем будем еще дальше как-то модифицировать. Вот. Но первым делом сейчас это охота вот просто слезть из дальнобоя и жить дома, а не в траке. Он пока не может сориентировать меня, сколько будет в среднем оплата именно раз в две недели, потому что это новая позиция и тяжело учесть вот эти мили в Монтон обратно. Моя, говорит, задача как раз-таки оптимизировать это так, чтобы хватало и локальной работы, и Монтона, чтобы в целом было интересно оставаться работать. Трак там не новый далеко, 18-го года он сказал. Один, который у него есть, там в 600 с чем-то тысяч пробега, в районе 800 тысяч пробега его меняют. Ну, это, говорит, где-то будет через годик примерно. Трейлера, которые именно на локальную доставку по острову, они... Задняя дверь открывается, как ролл. То есть, ну, тебе не надо выходить, открывать дверь и вставать. Ну, короче, это прям next level. Удобно будет. У них здесь, на острове, маленький склад, прям маленький. Там узкое длинное здание, 40 фит в длину, он сказал, 130... Ой, 40 фит в ширину, 130 в длину. Утром, говорит, бывает очень busy, поэтому приходишь утром, помогаешь, если что, быстро там да загрузить, да разгрузить, что-то сделать. Вот, собрал список, поехал по доставкам, по острову, это бывает, что чисто Шарлоттаун, потом бывает на запад, на восток катаешь, туда-сюда, ну, то есть, интересно будет. Я ему сказал, что я заинтересован в том, чтобы побольше двигаться, я устал сидеть на жопе и типа хочу чуть-чуть форму войти, и поэтому я даже хочу вот это работать, таскать, что-то делать, быстрее активно, активно шевелиться. Короче, нахвалился я как мог, посмотрим, к чему это приведет. Сказал он, что скоро будет результат, то есть, он на днях даст свое решение, отправит нам имейл, и с этого момента, говорит, можно запускать процесс, потому что надо будет пройти road test, все равно, потому что надо будет пройти drag test, всякие документы и так далее, пройти dangerous goods, forklift, что-то еще там, какие-то курсы пройти, то есть, ну, около двух недель это все займет, поэтому, говорит, как только будет решение, я там знать, там уже будем дальше работать. Последние пару дней чуть-чуть безделенчал, решил вот пирог сделать такой, это уже второй, вторая версия, первую версию, как бы, все было неплохо, но творога я мало положил, получился он совсем тоненький, то есть, там творог еще упарился, и, ну, буквально, вот столько было его, вот, и пересушил я его. в этот раз вот, получается, основа корж, это овсяная мука, там, два яйца, разрыхлитель, чуть-чуть, и 20 грамм сахара, на весь пирог, а он был поедей большой, это вот, одна шестая часть его, вот, творога, здесь килограмм, то есть, два, две пачки по 500 грамм, чуть-чуть кефир для, ну, чтобы перемешивать, сколько там, 150 грамм шоколадной крошки, где-то грамм 50, по-моему, изюма, вот, и еще, потом я замороженный блюберис достал из морозилки, прям сверху уже положил, когда выложил их пальцы, короче, внутрь погрузил, он, вот, ну, получилось очень вкусно, и сладко, и вкусно, и, по идее, относительно здоровая еда, а, в корже еще, этот, баттер стик один, то есть, это, по-моему, 120 грамм, масла, вот так, ну, короче, очень вкусно получилось, как десерт нам заходит, осталось всего два куска, вчера вечером сделали, 9 часов вечера, сейчас, сегодня утро, и уже вот все, съели почти весь, нам, друзья, в Казахстане подарили, вот такой вот календарик, на 22 год, друзья, вот, друзья подарили друзей, вот так вот тут, ну, уже можно решать, уже сегодня, 30 декабря, окон сегодня работает до 9 вечера, поэтому, мне относительно, делать ничего, вот, я сто лет уже не монтировал, надо, наверное, этот, попробовать, помонтировать, буду вспоминать, сочетание клавиш, а то уже даже забыл, что нажимать, попробую разобраться, подкушки отдыхают сегодня, да? О, такие фотографии, о, мы красиво оделись, теперь уже разделись, уже ничего не надо, а у нас разлито уже все, а я это все потом, мама, правда? Ура, с новым годом, с новым счастьем, о, я сейчас с папой не сможет выехать, ну, никакой, я вчера поздно лег, утром, утром рано скатил, салюты в Казахстане, вообще, 12 часов, классно, ну, что, 31 декабря, новый год на носу, вот тут прям, уже 2 часа дня, в Казахстане уже наступил, мы только что разговаривали, ну, не во всем Казахстане, но в Астане уже точно наступил, мы только что разговаривали с моими родителями, как-то через час, да, у них на час позже, через 45 минут будем вторым родителям звонить, вот, а сами тут сидим завтракаем, а я работала все 4 дня, Витя дома, я что-то ушаталась, такие нервные дни были на работе, вот, и мы же думали вообще на самом деле, что поедем в Монтон, потому что 3 дня выходных, но у нас на острове новые правила ввели, из-за того, что небольшая вспышка ковидная сейчас опять происходит, и в итоге, если ты выезжаешь из провинции и возвращаешься, то тебе нужно по-любому, неважно вакцинирован, ты не, короче, по-любому нужно 4 дня в изоляции сидеть, что вообще для нас никак не вариант, поэтому, поэтому мы никуда, короче, не поехали, а сегодня просто пойдем к Егору с Аней в гости, у них там куча настольных игр, еще ребята приезжают, ну, тоже приедут отсюда с Шарлоттауна, они в Стратфорде просто живут, так что намечается быть, быть весело, как-то не по-русски сказала, вот, но надо будет приготовить пару салатиков, нарезать фруктиков, купить подарочки, и к ним, так что вот такие у нас планы на Новый год, да, потом, думать, часа, в час, в два, в три, ну, не позже трех, наверное, мы уже будем дома, и завтра все равно, так сказать, день будет не потерян, а то обычно так до утра, уже банешь, и следующий день просто отсутствует, да, ну, нет, мы туда едем к 6 часам, поэтому, я думаю, что мы почти сразу после Дня, Новый год встретим, там, то все, и уже домой сразу двинем, ухо, 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 Мам, нет другие карты, я фокусирую Наблюдатель Витя, ходи Маму Уну 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 Ха-ха-ха Ха-ха-ха Не успел Ну давайте уже в Пайлдерс играть Кого? Давайте играем в игру Ну да, ещё продолжаем У тебя ещё 4 Три Сколько там будет Пять Давай Ешь Вставьте подвороног Ха-ха-ха Раз Два Три Четыре Вот так то. Дельни.. На quality... С Новым Годом всех, 1 января 2022. Вчера довольно таки долго там сидели.. Как то так приехали туда сравнительно рано, в семь вечера и думали, что двенадцать отметим.. ну, как бы встретим Новый Год и сразу поедем. Мы, не знаю, полтретьего, да, только оттуда уехали, наверное. Что-то после 12 мы ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, короче, сидели, сидели, болтали. В общем, короче, я легла в 5. Петя лег чуть пораньше. Проснулись мы в час дня на улице пасмурно. Сера, уныло. Вот, оделись как капусты и решили чуть прогуляться, выехать. Поедем на пляжик. Пока не знаю, как будет. Да, снега у нас вообще даже не пахнет снегом, честно сказать. Первый год, в 19-й год, здесь был снег в декабре. То есть уже 1-го декабря прям было довольно-таки холодно и снежно. В прошлом году снег выпал только в первых числах января. В этом году, не знаю, года выходит. И, честно сказать, понимаю, что скучно встречать Новый год без снега. Вот на третий год это прям ощущается. И приехали мы на Бракли бич. Беспроигрышный пляж наш. Удобно расположим, легко сюда ехать. Вот. И посмотрим, погуляем. Давно не были на пляже. Пляжик-то льдом покрылся. Так, существенно. Прикольно. Я сейчас стояла просто и вспоминала, что в далеком 2009 году, когда я по студенчеству ездила в Америку, я тоже жила там на острове 3 месяца. Но это были летние месяцы. И я спрашивала, типа, а каково это океан зимой? Он, типа, замерзает? Они такие, нет. Ну это же океан, нет, он не замерзает. Я говорю, получается, что на пляже это снег и вода. Они такие, ну да. Я такая, блин, я бы хотела на это посмотреть. И, ну как бы, странно, что спустя столько лет я на это смотрю. Видите собаку-то? Увелись? Он прям идеальный расцветкий сейчас, чтобы затеряться. Увелись. 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 найти и посмотреть. Кстати, очень странно, что вообще нет ветра сегодня. 4 градуса тепла и абсолютно спокойный океан. Ноль ветра, ноль. Я без шапки, без капюшона и мне не холодно. Субтитры делал DimaTorzok Ребята, которые только что там купались, они прям вот рядом с нами парканулись. Семья, мама с папой и три ребенка, две девочки и пацанчик. Они, кстати, примерно все одного возраста, да? Мы с ним пообщались, они такие, ну, типа, not bad. Ну, типа, по ощущениям прикольно. Они дошли там в полотенчиках, в тапках до парковки. Я спросила, вы что, типа, каждый год ныряете? Они говорят, да. Я говорю, прям 1 января, это как традиция. Они говорят, да. Я говорю, о, прикольно. Захотелось попробовать, честно сказать. Ну, наверное, как-то охота, чтобы было похолоднее, прям вот, чтобы конкретный мороз уже был. Чтоб прям минус был на улице, потому что сейчас по факту плюсовая, плюс 4. Единственная проблема может быть, это может быть лед на воде, который будет острый. Да, сейчас прям очень классная. Под песочком произошел. И вода такая чистая, реально на нее смотришь, хочется запрыгнуть. Какой пейзажик-то, а? Это наша соседняя ферма по производству каннабиоидов. Как правильно сказать, не знаю, но вот они там всякое-всякое выращивают, таблетки делают, масла и так далее. Тут даже пахнет чуть-чуть, если бы в нее хотят. Да, ну, прям сильно-сильно розовое. Какая-то прикольная. Вот так вот. Ну, все, мы поехали домой. Погуляли, сегодня хватит. Все, почти на каждом стол две камеры. Ну что, у нас продолжается Новый год. 1 января мы решили тоже, как бы, отметить уже вдвоем дома. Вчера шампусика толком не пили, только чисто в 12 выпили. Сегодня мы замутили оливьишку. Так что сейчас будем ее поедать. Вот. И будем смотреть Гарри Поттера, который вышел вот сегодня. Я не знаю, что это, фильм, интервьюшка, документалка, что-то в этом роде. Настало время шампусика. У нас плавают черные эти... Это пепел. Мы загадали желание и бросили, сожгли и бросили туда. Видели, как мои родители вчера так делали и тоже решили сделать. Снега навалило за ночь. До сих пор идет. Ну-ка, ну-ка-ка. Ну-ка, ну-ка-ка. Ну-ка, ну-ка-ка. Кстати, новую щетку купил у нее вот эта штука, поворотная, короче, она вот. Ну, для хранения вот так можно держать. А если... Сейчас, секунду. Эээ, перчатка. Нажимаешь, ее можно поворачивать вот так. Уже как шваброй работать. Удобненько. Удобненько. Ох, еще и намерзла, да? Да, там под низом лед. Неприятно. Ладно. Не надо торопиться, поэтому снимать не буду. Сегодня 4 января. Сейчас 12 часов дня. Я приехал за иконой. Забираю ее с работы. У нее как раз часовой перерыв. Мы едем на ярд, она меня там оставляет и сама продолжает работать. Она на работу возвращается. А я выезжаю в трип. Получается, я дома был с 25 декабря, вот по 4 января. Ну, прям ощутимо. Полноценный отпуск. Вот с учетом уже всех праздников и так далее. Ну, прям отдохнули. Привыкли уже друг к другу опять. И это, как говорит икона, теперь расставаться будет опять. Ну, ощутимо. Скучать будем. Ну, ничего. Я еще съезжу в пару трипов. А потом будем переходить до Ирос. Сегодня уже вторник. И, ну, проснулись компании, начали работать. Ко мне на связь уже выходила HR Дейрос. Так что процесс пошел. Все хорошо. В следующий раз, когда я вернусь домой, мне надо будет заранее запланировать их в известность поставить, чтобы они забронировали драг-тест. То есть, ну, на наркотики проверили. Роу-тест еще будет. Вот. Ну, и в целом все. Снежная. Ага. О, вот, трак. Ой. Ты меня записываешь, предупреждение. А ты? А ты. Так, у меня секунды, 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 секунды пристегнулся. Она сейчас не орала зверски. О, да, у нас машинка вообще не переставая орет, если кто-то не пристегнут. Причем, оказывается, даже если пассажир сидит сзади, на пассажира тоже. Да, это мы... Честно сказать, это чересчур. Это мы выяснили недавно. Впервые везли пассажира на заднем сиденье и удивились очень, что... Оказывается, там тоже перегает. Да-да-да. Что-то светло, а глаза узкие. Невозможно смотреть. Главное, солнца нет, а это просто из-за снега тупо. Совсем другой базар. Вот такой у нас был Новый год. Такая у нас была неделька. Ничего особенного, но... Я очень привыкла, кстати, что ведь я думала за это время. Вообще прям очень привыкла. Такие у нас новости. Поэтому на этом мы будем заканчивать. Давайте пока-пока. До следующего влога. Угу. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok